Уважаемые якутяне, дорогие сограждане! Середина марта мы вместе прошли сложный путь, встречая небывалые прежде угрозы. Отказались от нашей обычной жизни, направили все ресурсы на защиту здоровья людей, на борьбу с опасной болезнью. Мы перестроили систему здравоохранения, направив свыше миллиарда рублей из Резервного фонда Республики на борьбу с коронавирусом. Открыли инфекционные стационары в районах и в столице, увеличили до свыше полутора тысяч количества коек для лечения больных коронавирусом, оснастили их необходимым оборудованием. Более 1100 медицинских работников, врачей, медсестер, санитаров, все это время самоотверженно работают, не видя своей семьи, отдавая все силы лечению заболевших людей. Короткие сроки мы развернули надежную систему уявления болезни. Более 4000 человек прошли через обсерваторы в районах Республики и в Якутске. Под медицинским наблюдением находилось 20 тысяч человек. На полную мощность выведена работа 11 лабораторий. За время эпидемии проведено свыше 158 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Это один из самых высоких показателей в стране в пересчете на 100 тысяч населения. За это время в Республике выявлено 2822 заболевших. 80% из них это жители Якутска. На сегодня 1589 человек полностью выздоровели. К огромному сожалению, несмотря на все усилия врачей, мы уже потеряли 19 наших сограждан. В этих случаях болезнь оказалась беспощадной пожилым людям с хроническими заболеваниями. Эпидемия нас многому научила. Наработан опыт локализации серьезных очагов инфекции, таких как на ЧНД, в Алдане, в Мегино-Кангаласском, на Амском улусах. Опыт ликвидации коллективных вспышек болезней, как это было в общежитии Северо-Восточного федерального университета и Республиканской автоматической больницы. Мы научились организовывать жизнь людей, работу предприятий в условиях пандемии. Исходя из оценки реальной угрозы распространения инфекции, с 23 апреля мы начали ослаблять ограничения. Сначала в Арктике и труднодоступных местах. Затем ряд ограничений был отменен и в сельских районах. Благодаря такому подходу наша Республика стала одним из немногих регионов, где ни в одной отрасли, ни на один день не остановилась работа предприятий. У нас полным ходом идет строительство объектов в сельском хозяйстве, увеличивается объем работ. На большей части огромной территории Якутии практически без ограничений работают предприятия малого бизнеса, сфера торговли, бытовых услуг. Люди живут обычной жизнью. Огромную поддержку все это время Республика получает от Федерального центра. Благодаря решениям президента России Владимира Владимировича Путина, тысячи медиков и социальных работников получают денежные доплаты. Более 30 тысяч семей с детьми получили помощь на общую сумму 1,8 млрд рублей. Повышенные пособия выплачены более 1 тысячи якутян, оставшихся без работы. По 3 тысячи рублей на каждого ребенка получили 1 600 семей безработных. Пандемия нанесла серьезный удар по предпринимателям по многим отраслям нашей экономики. Целый комплекс мер помощи со стороны Федерального центра и Республики направлен на сохранение малого бизнеса, на поддержку ключевых предприятий Республики. На различные виды помощи малому и среднему бизнесу предусмотрено 2,2 млрд рублей. Около 300 млн рублей в виде прямой поддержки уже получили индивидуальные предприниматели. В целом на антикризисные меры из федерального и республиканского бюджета выделено порядка 9 млрд рублей. Сейчас мы уже видим, что беспрецедентные меры поддержки, а также то, что мы не стали вводить чрезмерные ограничения, позволяют не допускать критического падения экономики. Теперь перед нами стоит задача выхода отраслей на взятые до пандемии темпы роста. Это будет очень непросто. Слишком серьезным стал удар по экономике не только Республики, но и страны, да и всего мира. Но жизнь, дорогие друзья, ни в коем случае не останавливается. Она идет вперед, и нам надо возвращаться к нормальной жизни. Благодаря всем принятым мерам, благодаря самодисциплине и ответственности подавляющее большинство якутян, сейчас у нас постепенно появляется такая возможность. Пройдя пики заболеваемости в 20-х числах мая, мы вышли на стабилизацию эпидемиологической ситуации. С 4 июня коэффициент распространения у нас не превышает единиц. А это важнейшие критерии, установленные Роспотребнадзором для начала снятия ограничений. В эти дни Республиканский оперативный штаб провел большую работу по оценке ситуации. Исходя из этого, с учетом предложений главного санитарного врача Республики, принято решение по первому этапу ослабления ограничений. Для первой и второй группы районов в арктической зоне и сельской местности, где практически все ограничения уже были сняты ранее, ничего не меняется. А в городах и поселках, где действует режим полной самоизоляции, с 15 июня начнут работать предприятия бытовых услуг, таких как парикмахерские, салоны красоты, откроются косметические и спа-центры, массажные кабинеты. Все они будут работать по предварительной записи при соблюдении требований социальной дистанции и дезинфекции. Откроются магазины, расположенные в многоквартирных жилых домах. У них обязательно должен быть отдельный вход и также обеспечивается социальное дистанцирование в торговом зале не менее 4 квадратных метров на одного покупателя. Масочный режим для всех жителей остается обязательно. Таковы на сегодня шаги по постепенному снятию ограничений. Эпид-ситуация, особенно в городе Якутске, где только-только достигнута еще неустойчивая стабильность, пока не позволяет большего. У нас есть дальнейший поэтапный план, по которому мы будем идти, неукоснительно следуя рекомендациям Роспотребнадзора, исключительно и только при положительной динамике снижения заболеваемости. На втором этапе с 22 июня планируется открыть летние кафе, торговые центры, без работы фудкортов, разрешить в полном объеме работу общественного транспорта, включая межмуниципальные перевозки. При этом останутся ограничения для пребывающих в республику из других регионов. Они также должны самоизолироваться на две недели, чтобы избежать завоза инфекций. Переход на третий этап, когда будут сняты практически все ограничения, станет возможным при условии дальнейшего масштабного спада заболеваемости. Этот вопрос будет рассмотрен после 22 июня. Друзья, все мы очень устали от изоляции, от многочисленных ограничений, падения доходов, но я не имею права на популистские необоснованные решения. Слишком велика будет цена ошибочных действий – это здоровье и жизнь дикутян. Мы все должны это понимать, так же, как и то, что скорейший возврат к нормальной жизни зависит от ответственности и дисциплины каждого из нас. Поэтому будем четко следить за ситуацией, делать все, чтобы дальше сдержать и победить болезнь. И как только позволит обстановка, без промедления ни на один день снимем все запреты. А сейчас одна из самых главных задач, наряду с организацией голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации, – это успешная сдача единого государственного экзамена нашими выпускниками. Мы вместе должны сделать все, чтобы эпидемия не помешала ребятам, не сломала их планов на будущее. Чтобы поддержать наших детей, которые в таких экстремальных условиях делают свой первый шаг во взрослую жизнь. Я принял решение, что каждый выпускник 2020 года, а это почти 8 тысяч юных якутян, получит по 5 тысяч рублей от республики. Пусть эта небольшая сумма станет знаком внимания к ним, к нашему будущему. Дорогие друзья, уверен, что мы близки к победе над опасной болезнью. Мы вместе прошли большой и трудный путь. Я искренне благодарю наших медиков, работников Роспотребнадзора, волонтеров, всех тех, кто находился и находится на переднем крае помощи людям. Благодарю вас всех, дорогие мои якутяне, за терпение, понимание и поддержку. От всей души поздравляю вас с наступающим Днем России. Будем гордиться нашей Родиной, жить и трудиться во благо процветания нашей великой страны. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова